Да, большое спасибо. Спасибо. Сегодняшняя тема – это Тайна Сотворения Человека Триединым Богом. Еще раз – Тайна Сотворения Человека Триединым Богом. Место отписания Бытие 1.26 сказано «По нашему образу». Двадцать седьмой стих сказано «По своему образу». И двадцать восьмой стих сказано «И благословил Бог и сказал им Бог». Бытие 2.7 сказано «Сотворил человека из праха земного и вдунул у него дыхание жизни и стал человек душой живою». И затем Бог поместил человека в Эдемский сад и повелел ему, чтобы он соблюдал этот сад. И шестнадцатые, семнадцатые стихи сказано «Ты будешь есть от всякого дерева в саду, но дерево, познание добра и зла, не ешь от него, ибо в день, в который ты впустишь, смертью умрешь». Значит, вам необходимо помнить слово на прошлой неделе. Вступление. Значит, мы с вами говорили, что Бог, которому мы с вами верим, это Бог Егова. И мы говорили с вами, что необходимо прилагать усилия, чтобы познать Бога, познать Господа. Об этом говорится в Осии 6.3. То есть, нам необходимо правильно понять Бога. Многие люди говорят «Я верю в Бога». Ну, вот если вы пойдете, к примеру, к гадалкам, к шаманам, они тоже говорят «Да, я верю в Бога, то есть тоже мой Бог там на небе». Но это не Бог на самом деле. Бог, которому мы с вами верим, это Бог Дух. И имя Ему – Иегова. То есть, Сущий. И этот Бог – это Бог Творец. Творение – это значит, из ничего сотворить что-то. Бог Творец, Он сотворил небо и землю. И как Он сотворил это все? Словом сотворил. И мы говорили, что этот Бог – это Триединный Бог. Вот это очень важно. Триединный Бог. Ну, как вообще-то? Бог, Он может быть Триединный, Он же Бог. Поэтому мы с вами говорили, это свойственное Триединство. Свойственное. То есть, вот, в свойственном Триединстве мы говорим, что Бог – Он не только Творец, но также Он и дает спасение человеку. И мы с вами говорили об экономическом Триединстве. Ну, вот, можно вот так вот нарисовать диаграмму. Триединный – значит, это Три личности. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. То есть, есть Три личности. То есть, вот, по-английски это Person. То есть, Три личности. То есть, есть Три непохожие друг на друга разные личности. Но в то же время, Библия говорит, что Трое является одним целым. Поэтому мы говорим, Три – единый Бог. Святая Троица. Ну, люди вот этого не понимают. Ну, они же говорят, подождите, Бог же один, как Вы говорите, что Его Три? Поэтому люди, они не верят в Три единства Божьи. И потом люди пытаются понять Три единства. Но в итоге выходят неправильные теории. Поэтому надо не понимать, а необходимо просто верить. Но людям не верится. Поэтому они создают какое-то другое объяснение. И для того, чтобы Вы могли понять и сразу же поверить, позвольте Вам объяснить Три единства. Значит, это отношение между Богом Отцом и Богом Сыном. Вверху Бог Отец, в середине Бог Сын. Значит, Сын, Он повинуется Слову по велению Отца. Но Отец, в свою очередь, Он дает Сыну Славу, Он прославляет Его и дает Ему жизнь. То есть, Сын, Он постоянно повинуется тому, что говорит Отец. И в то же время, вот они являются одним целым. И отношения между Отцом и Сыном – это отношения, основанные на любви. То есть, Сын, Он повинуется Отцу, а Отец, тоже любя Сына, Он прославляет Сына и дает жизнь Сыну. И Иисус, Он так сказал, Я и Отец – одно. И тогда мы можем сами так подумать, если Отец, Он повинуется, то есть, если Сын повинуется Отцу, то, наверное, вот они какие-то разные. Нет, они являются одним целым. Но у Отца, у Него высшая власть, власть выше. Поэтому Сын повинуется Отцу. Но в то же время, Сын находится, написано, в недре Отца. В недре – это значит, внутри Отца. Поэтому они являются одним целым. И почему вот это Триединство, оно вообще нам нужно? Когда мы с вами говорим экономическое Триединство, мы с вами говорим о служении Триединного Бога. То есть, первое свойственное Триединство, свойственное Троица – это метод существования Триединного Бога. А экономическая Троица – это метод действия. Вот Иоанна 3,16, вы знаете, да? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единорода, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел же свечный». Поэтому вверху мы видим Бог, Он запланировал спасение. А здесь вот внизу, это земля. Это Единородный Сын Божий. Кто это? Это Слово, которое стало плотью. Слово, ставшее плотью. И поэтому Филиппийцам 2,6,8 сказано, что Он, будучи образом Божиим, не почистал хищение быть равным Богу, но уничижил себя. Был смирен даже до смерти и смерти крестная. И на кресте, мы видим, что говорит Иисус, все совершилось. То есть Он на кресте совершил спасение. И потом, перед тем, как пойти на небо, Он говорит, я отправлю вам другого утешителя. И вот этот вот утешитель, Он является Духом Истины. Поэтому все, что говорил вам, все, чему я вас учил, все, что я делал, это Дух Святой. Он напомнит обо мне? Обо мне? То есть, вот это вот действие Духа Святого. Дух Святой, Он утешитель. Он также защищает нас, учит нас и направляет нас. И Он применяет спасение в нашей жизни. То есть, мы видим, вот так вот, Реденный Бог, Он действует. Основная часть. И вот этот Бог, Он сотворил человека. Вот это действительно тайна сотворения человека. Первое. Тогда как Бог сотворил человека? Сегодня мы с вами прочитали Бытие 1.26 по нашему образу сказанному. То есть, что здесь очень важно? Сказано по-нашему. И почему здесь сказано по-нашему? Значит, по-нашему сказано, давайте сотворим по нашему образу человека. Вот мы, по-нашему, мы, вот здесь имеется в виду Триединный Бог. То есть, сотворим человека по образу Триединного Бога. Поэтому мы, люди, были сотворены по образу Триединного Бога. Поэтому мы видим, что здесь говорится об отношениях. Отношениях. То есть, что мы видим? Триединный Бог. Бог сотворил человека, чтобы человек имел отношения с Богом. То есть, я вам так скажу. Бог сотворил человека, как творение, которое, пребывая в Триединном Боге, имеет заветные отношения с Ним. Заветное общение. То есть, мы можем пребывать тоже внутри Триединного Бога. И мы должны пребывать внутри Триединного Бога. Потому что мы были сотворены таким образом. Но для того, чтобы пребывать внутри Бога, нам необходимо иметь с Богом заветное общение, заветное отношение с Богом. То есть, Бог сотворил человека вот таким вот духовным творением, который имеет заветное общение, отношение с Богом. И затем, в бытие 27 сказано уже, сотворим человека, и сотворил Бог по образу своему. По своему это уже не множественное число, это единственное число. То есть, здесь говорится индивидуальность. То есть, индивидуально, значит, один из троих, один из Триединного Бога. Один из трех личностей Триединного Бога. То есть, среди трех личностей Триединного Бога, о ком Бог здесь говорит? Вот если вы посмотрите в Библию, то всегда, где говорится образ Божий, образ Божий, говорится об Иисусе Христе. То есть, нам надо понять, что когда говорится по образу Божьему, по образу своему, здесь говорится об образе Сына Божьего. А что делает Сын? Сын, Он полноценно повинуется Отцу. Поэтому, в бытие 1.27 говорит нам, что мы сотворены по образу Сына Божьего, который повинуется Отцу. Вот это тайна, как Бог Он сотворил человека. И вот мы видим, что для того, чтобы человек мог быть внутри Бога и иметь общение с Богом, Бог сотворил человека по... сказано из праха земного, и вдунул у него дыхание жизни, и стал человек душой живой. То есть, мы видим, есть плоть, душа и дух. Так что, если вы посмотрите, 1 Фессалоникийцам 5.23 сказано, что у человека есть дух, душа и тело. Поэтому человеку он является и духовным творением, и индивидуальностью. Только тогда человек может иметь отношение с Богом. То есть, Бог не говорит там собаке, вот я хочу быть с тобой, я хочу, чтобы ты имела со мной вот эти заветные отношения. Такого нет. То есть, собака, она не является творением, созданным по образу Божьему. Поэтому она не понимает Слово, не может иметь общения с Богом, отношения с Богом. Вот, поскольку вы не говорили собаке Слово, она не будет повиноваться этому Слову. Потому что собака не является ни духовным творением, ни индивидуальностью. А человек, он может и понимать Божье Слово, и повиноваться Божьему Слову. Потому что только понимая, слыша Бога, человек может иметь общение с Богом. То есть, вот так вот Бог сотворил человека. И вот то, что, то, о чем говорит 1 Фессалонкицам, я сейчас вам нарисую. Первое, это Отец. И внутри Сын, Сын Божий. И вот внутри Сына Божьего находится верующий, имеющий жизнь вечную. Значит, Сын, он повинуется Отцу. И как Отец благословляет Сына, так и мы теперь имеем отношение с Сыном и пребываем в Боге. То есть, сын, то есть, мы так же самое, как и сын, повинуемся Богу, надеемся на Него. И Бог, Он дает Слово нам, так же, как Он дает Слово, так же, как Он давал Слово и Сыну Своему. То есть, вот таким вот образом все люди, они пребывают внутри Бога и имеют завет с Богом, заветные отношения на основании этих отношений, они имеют заветное общение с Богом. То есть, вот так вот человек может пребывать вместе с Богом. Вот так вот Бог сотворил человека в самом начале. И третье, Бытие 1.28. Отсюда выходит завет сотворения. Значит, когда мы говорим с вами слово завет, мы имеем в виду с вами отношения. Отношения Бога с человеком. И как человек может иметь отношение с Богом, когда он, когда человек повинуется Божьему Слову. Поэтому мы говорим заветное общение. Поэтому, как только Бог сотворил человека, сразу же Он дает ему завет. И Слово дает ему. Поэтому мы видим образ Божий. Это является заветом творения. И потом Бог дает человеку повеление. То есть, это повеление в Эдемском саду. То есть, Бог поместил человека в Эдемский сад и дает ему повеление. И затем Бог говорит, чтобы человек, он мог возделывать, хранить этот Эдемский сад и дает человеку слово, что от всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него. Ибо в день, в который ты кусишь, смертью умрешь. То есть, это было Божье повеление к человеку. И вот в таких отношениях человек и все люди, они повинуются тому, что Бог, Он говорит. И тогда, только соблюдая вот эти условия, вот таких отношений, можно поддерживать завет вместе с Богом. И в Бытие 1.28 сказано Бог и благословит его Бог и сказал им Бог плодитесь, размножайте, наполняйте землю сию и владычествуйте над всеми творениями. То есть, это благословение завоевания всего мира. О чем говорится здесь? То есть, для того, чтобы понять это более детально, необходимо посмотреть Псалом, 8.4.8 О чем говорит Псалом 8.4.8 Давайте с вами найдем, прочитаем. Найдите. Псалом 8, с 4 по 8 стихи. С 5 стиха. То что есть человек, что ты помнишь его и сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты умолил его пред ангелами, славу и честью увенчал его и поставил его владыкую над делами рук твоих и все положил под ноги его и овец, и валов, а также полевых зверей. То есть, что мы видим? Бог делает человека уполномоченным управлять всеми творениями на земле вместо самого Бога. То есть, все те творения, которые Бог смотрел на земле, Он доверяет правлению над ними к человеку. Поэтому Бог сотворил всех людей по образу своему и потом дает им повеление. И вот я тоже, чтобы это объяснить, под эту такую диаграмму, надеюсь, вы поймете. Значит, вверху это место, где Бог прибывает, а человек находится на земле внизу. То есть, вверху это, мы говорим вверху, внизу это внизу, внизу это внутри творений, вверху это над творениями. И мы называем вверху это небо, внизу это земля. Это что значит? Что земля это свойственный мир, а небо это превосходящий мир. И все ресурсы в этом мире они временны. ресурсы на небе они не ограничены. Поэтому небо это вечность, а на земле все оно склоняется к смерти. Поэтому все временно. и сам Иисус говорит Я пришел сверху. То есть пришел с места которое над творениями. И затем Иисус говорит Отец послал меня. То есть Бог Он находится в превосходящем неограничном вечном мире. И этот Бог Он сотворил всех людей. И хоть и человек он был сотворен чтобы жить на этой земле в теле, но у него есть душа и дух. И мы видим что у человека у него есть образ Божий Бытие 1.26.27 И также Бог сотворил человека как духовное творение. Поэтому человек он благословляет человека чтобы человек мог завоевывать все творения на этой земле. Поэтому человек он завоевывает и управляет всеми творениями. А творения в свою очередь дают человеку все необходимые ресурсы ведь человеку нужно как-то жить и существовать на этой земле. И в чем причина почему Бог позволил человеку иметь душу и дух чтобы иметь с человеком общение. То есть человек который имеет душу и дух он надеется на Бога и повинуется Богу. Бог он играет роль Бога в этих отношениях и дает человеку духовные благословения. Говорит я твой Бог ты мой народ. почему человеку нужны духовные благословения потому что человек живет в этом ограниченном свойственном мире где все склоняется к смерти то есть человек он живет по-плоцки поэтому Бог дает человеку духовные благословения чтобы превзойти все ограничения. И вот как Бог Отец Бог Сын существует друг с другом имея отношения так и Бог сотворит человека чтобы с человеком иметь отношения и также давать ему слово и благословлять его и вот как отношения между Богом между Отцом и Сыном это отношение любви так же само с нами у Бога отношение любви и вот если вы посмотрите БТ-2.17 здесь говорится о повелении то есть когда человек он соблюдает повеление Божье тогда он может оставаться внутри Бога а если человек нарушает повеление Божье тогда человек не может быть вместе с Богом то есть отношения с Богом нарушаются вот это тайна как Бог сотворил человека то Бог говорит не вкушайте смертью умрете то есть для того чтобы мы могли поддерживать отношения с Богом нам необходимо соблюдать Божье слово единственный способ нарушить отношения с Богом это сделать так чтобы то есть Сатана он обманул человека чтобы человек он нарушил отношения с Богом он тем самым то есть чтобы он нарушил слово Божье и тем самым нарушил отношения с Богом но вам необходимо запомнить что хоть вы были рождены от ваших родителей но вы рождены по образу Божьему то есть триединый Бог он же ведь триединый Бог он же сотворил в тех людей то есть вот это есть содержание сегодняшнего послания и вот отсюда у нас с вами должно выйти следующее заключение значит закон жизни значит все творения которые Бог сотворил они были сотворены Божьим словом правильно то есть есть творения сотворенные Божьим словом и вот эти творения они также имеют свое правило жизни то есть рыба она должна жить в воде поэтому Бог он сделал Бог он затворил воду и потом сделал так чтобы рыба жила в воде и к примеру для того чтобы жить в воде у рыбы есть как бы жабры то есть вот это есть вот это есть правило жизни к примеру птицы они плавают они летают в небе поэтому птицы у них есть крылья чтобы летать в небе Бог сотворил чтобы дерево оно было укорено в земле и поэтому у дерева есть корни через которые он может впитывать себя в воду и все необходимое из земли из грунта и если дерево оно будет если вытащить из земли то оно конечно погибнет и животные они были созданы чтобы жить на земле а человек он отличается человеку не был сотворен по слову Бог сотворил сам человека и дал человеку слово поэтому тогда какой закон жизни человека то есть мы говорим это закон жизни то есть другими с вами как человек должен жить то есть человек является творением которое имеет заветное общение с Богом то есть Бог дал человеку слово и этим словом мы можем иметь общение с Богом поэтому чем-то человек он живет человек он живет словом то есть человек является благословенным творением которое живет по слову поэтому в бытие 1.28 сказано после того как Бог сказал им слово он говорит благословил их Бог и говорит им дает им благословение да это плодите с роднажатись наполняйте землю себе еще раз бытие 1.28 и сказал им Бог и благословил их Бог то есть человек должен жить словом Божьим то есть имея Божье Слово человек он общается с Богом на основании этого слова и может пребывать внутри Бога а так же человек поскольку он был сотворен по образу сына который поминуется Богу то человек он он сотворен по образу сына это значит что человек он тоже повинуясь Божьему Слову пребывает вместе с Богом и в Боге пребывает И в Матфея 4.4 Мы видим, что к Иисусу Приходит дьявол Когда Иисус он постился 40 дней И вот мы видим, что дьявол Он говорит, что почему бы тебе не сделать Эти камни хлебом То есть Человек, который 40 дней не ел Вообще, что может быть вкуснее, чем Свежий хлеб То есть Человеку необходимо покушать Иначе он умрет из голода Поэтому Сатна говорит здесь Что вот возьми вот эти Вот эти камни Сделай хлебом и поешь Но что говорит Иисус Иисус не сказал Хорошая идея, спасибо Он что говорит Написано Не хлебом одним будет жить человек Но всяким словом Исходящим из узбожих Человек Человек Он словом живет Понимаете Понимаете Ну вот вы Вы когда поживете Вы поймете это Действительно Если живу без слова То жизнь Она такая Даже не жизнь То есть Человек живет То есть человек живет только по плоски То в итоге у человека Только плоть Все плоское остается Это уже не жизнь Поэтому в пустыне Во второзаконии Един есть И потом Бог вам повелевает Чтобы Вот это слово Они записали И И На запятиях своих И на лбу И на поясе И Дома везде повесили То есть Дверьми с вами Учите постоянно детей Ваших Вот этому слову То есть Вот это значит Шема Вот вы же знаете Вот Израильтян Вот они и сейчас То есть Вот они Вот они берут слово Записывают И они его везде К примеру На лоб его Вот так вот Привязывают То есть Вот они Записали слово Положили его В маленькую коробочку И Завязывают эту коробочку На лбу И Потом Они даже завязывают На рукаве То есть Они буквально Исполняют то Что Сказал Бог Поэтому Вот израильтяне Вот они когда Собираются вместе Вот они Везде Завязывают это Божье слово И постоянно Его читают Вот если вы Пойдете К примеру В Синагогу То Родители Особенно отец Он Приводит Детей И постоянно Читает им Слово А также Перед Стемной плащей Постоянно Читает Божье слово Вот Вот мы видим Израильский народ Они держались за слово Но не упустили Евангелие То есть Держались за слово Но не знали Египта Но не знали Евангелие Поэтому Мы видим Что Пришло поражение Но Тем не менее Израильский народ Вот они соблюдают Субботу Шаббат Но Вот до такой степени Что если ты пропускаешь Шаббат То Ты можешь быть Поддержан смерти То есть С самого детства Они учат Вот так вот Тщательно Соблюдать Шаббат То есть Вот это есть Действительно Самолюбие Чего-то Вот Народа Божьего Вот они Как думают о себе Что мы Святой народ Мы избранный народ Бог является Нашим Богом Но Мы видим Что из-за того Что не знали Евангелие В итоге Впали в три бедствия И Пришли к разрушению Поэтому Нам необходимо С вами жить Словом Божьим То есть Как можно иметь Общение с Богом Через Слово Поэтому Вы Размышляйте Над Словом Размышления Поэтому К примеру Я тоже Я вам В пятницу Я отправляю Тему Будущего Воскресного Слова С местами Исписания Что вы могли Размышлять Над этим Словом А также Во время Богослужения Мы размышляем Над Словом А также После Богослужения Мы тоже Размышляем Над Словом Божьим То есть Бог Он Через Пастора Дает Слово Народу Своему Поэтому Слово Пастора Это не Слово Пастора Это Слово Божье Которое Бог Дает И Которое Бог Будет Исполнять Поэтому Необходимо Иметь Вот Это Божье Слово Поэтому Всегда У нас С вами Должно Быть Три Сегодня Сегодняшнее Слово Сегодняшняя Молитва И Сегодняшнее Проповедование Вот Что Б Мы Не Делали Мы Должны С вами Иметь Слово Божье Вот Наши Реннанты Даже Если Вы Учитесь Вы Должны Учиться Держать За Божье Слово Люди Они Слушают Слова Других Людей Какие-то Методы Используют Но Все Это Не По Слову Поэтому Вы Пускай Божье Слово Поэтому Вы Помните В Слове Библии Есть Уже Все Ответы Если Вы С С этим Словом Пойдете На Место Действия Тогда Вам Нужно Только Наблюдать Как Бог Будет Исполнять Это Слово Третье Применение А мы Мы Упускаем Божье Слово Следуем За Словами Людей Следуем За Своим Опытом Вот Это Неправильно Поэтому Мы Когда С Вами Встречаемся Что Мы Делаем Мы Проводим Форум По Слову Четвертый Форум То есть Ну Вот Люди Когда Вот Они Кушают Да Они Что Они Какие-то Плотские Вещи Говорят Там Обсуждают А Мы С Когда Собираемся Должны Форум Проводить Вот Об этом Говорится В сегодняшнем Месяце Писания Что Бог Сотворил Человека По Образу Божьему Чтобы Иметь С Ним Отношение То Есть Так же Как Отец Так же Как Сын Повинуется Слову Отца А так же Само Мы Повинуемся Слову Божьему И Тем Самым Мы Имеем Отношение И общение С Богом А если Покинем Бога Если же Мы Проявляем Неповиновение Божьему Слову Тогда Вы не можете Быть вместе С Богом Так же Само Почему Бог Он Отбросил Царя Саула Не потому Что Он пошел Там Гадалку И Принес Жертву Потому Что Он С насмешкой Относился К Божьему Слову И Поступал Так Как Он Хотел То есть Царь Сау Он Он Как бы Специально Он убрал Слово И он Не соблюдал Повеление Божье Послушайте Нельзя Чтобы Слово Оно Чтобы Как бы Я Чтобы Я Судил Слово По Своим Стандартам Потому Что Есть люди Которые Это Слово Не Подходит Это Слово Мне Не Подходит Это Опять Это Мои Стандарты То есть Если Я Сужу От Слово По Своим Стандартам Значит Как бы Мои Стандарты Высше Чем Божьи То есть Я Выше Бога Получается То есть Необходимо Оставить Свои Мысли И Слово И Слушать Божье Слово И Необходимо Наоборот Выравнивать Свои Мысли По Отношению В Соотвестии Со Словом И Третье Что Необходимо Вам Необходимо Еще Знать Третье Есть Есть Два Измерения Жизни Третье Два Измерения Жизни Значит Поскольку Мы С вами Живем На этом В этом Мире Сам Иисус Он Говорит Надо Родиться Свыше Иоанна 3.6 Значит Для того Чтобы Мне Быть Вместе С Богом Мне Необходимо Для Начала Родиться Свыше Поэтому Мы Говорим Есть Два Измерения Жизни Первое Есть Физическая Жизнь Вот На Изначальном Языке Это Говорится Как Пущики По Английски Это Soul Вот Эту Жизнь Жизнь Soul Пущики Мы Получили Когда Мы С вами Родились Получили От Родителей То Есть Бог Сотворил Так Чтобы Все Люди Не Плодились Размножались Поэтому Родители Они Передают Своим Детям Вот Эту Жизнь Физическую Жизнь И Вот Когда Мы С вами Рождаемся С этой Физической Жизнью Что Говорит Нам Сегодня Божье Слово Нам Надо Родиться Теперь Духовно Духовная Жизнь То Есть Нам Необходимо С вами Иметь Жизнь Вечную Вот Это Назваем Духовное Рождение И Вот Эта Жизнь Это Уже На Изначальном Языке Это Зоя По Английски Это Life То К примеру В нашем Языке Мы Просто Говорим Жизнь Но В Изначальном Языке Есть Различие Жизнь Пущаке И Есть Жизнь Зоя И Тогда Как Мы Можем Обрести Ту Жизнь Вечную Значит Бог Он До Сотворения Мира Пообещал Дать Нам Эту Жизнь Давайте Посмотрим Посмотрим Титул Первая Глава Второй Стих Сказано Что Бог Обещал В Слове Эту Жизнь Вечную Дать То есть Когда Мы Даже Еще Сами Не Были Сотворены Бог Он Заранее Уже Пообещал Дать Нам Эту Жизнь Вечную Какую Жизнь Жизнь Зоя Вайф То есть Бог Пообещал Что Он Даст Эту Жизнь Для Того Чтобы Люди Могли Жить И Затем Первая Иоанна 2 24 25 Давайте Посмотрим Найдите Посмотрите Первая Иоанна 2 24 25 Сказано И что вы Слышали От начала То и да Прибывает Вас Если Прибудет Вас То Что Вы Слышали От начала То И вы Прибудете В сыне И в отце Обетование Жи Которое Обещал Нам Он Есть Жизнь Вечная То есть Вот Здесь Опять Говорится О том О чем Говорилось В титу 1 2 То есть Нам Необходимо Чтобы Вот эта Жизнь Она Была Внутри Нас Жизнь Вечная И тогда Мы Будем Пребывать В сыне И в отце Значит Смотрите Для того Чтобы мы С вами Могли Быть Вместе С отцом И сыном В вечной Вечной Жизни Нам Необходимо Иметь Эту Жизнь Вечную Только Имея Вот Эту Жизнь Вечную Вы Можете Пребывать В Вечном Вечности С Богом И Иоанна 5 26 Давайте Посмотрим С вами Найдите Посмотрите Иоанна 5 26 О чем Говорит Это Местное Местное Списание Ибо Как Отец Имеет Жизнь В самом Себе Так И Сыну Дал Иметь Жизнь В самом Себе Значит Вот Вот Эта Жизнь Вечная Она Находится В Отце И Бог Отец Он Позволил Богу Сыну Иметь Жизнь Тоже В самом Себе И Вот Эта Жизнь Это Жизнь Вечная Зоя Вот Эта Жизнь Она Есть В Отце И Она Есть В Сыне Поэтому Поэтому Причина Почему Иисус Тристос Пришел На эту Землю Чтобы Ну конечно Дать нам Спасение Но Конкретно Сказав Что Изначально Бог Он Запланировал Дать нам Эту Жизнь Вечную И Через Сына Своего Он Дает Нам Ее И У Человека Была Эта Жизнь Вечная Но Потом Чем Вы Знаете Чем Он Согрешил И Он Потерял Жизнь Вечную И Может быть Человек Он Нарушил Завет Богом Но Бог Он Не Нарушает Завет С Человеком И До Конца Бог Он Все Равно Продолжает Давать Жизнь Вечную И Для Того Чтобы Человека Спас Чтобы Богу Спасти Человека Ему Нужно Было Дать Нам Опять Эту Жизнь Вечную И Для Этого Он Отправил Нам Христа Вот Христос Пришел Для Того Чтобы Разрушить Три Бедствия И Дать Нам Жизнь Вечную Вечная Когда У нас Будет Эта Жизнь Вечная Тогда Опять Наши Отношения С Богом Будут Восстановлены И Мы Можем Быть Вечно С Богом Вместе Вечная Жизнь Духовная Вечная Жизнь Жизнь Зоя И Вот Эта Жизнь Она Находится Во Христе И Сам Иисус Он Говорит Что Никто Не Восходил На Небо Как Только Шедший С Небес Сын Человеческий Сущный Небесах И Дальше Написано Дабы Всякий Верующий В Него Не Погиб Но Имел Жизнь Вечную Если Вы Будете Верить И Примите Этого Иисуса Как Христа Который Умер На Христе На Три День Воскрес Тогда Сказано Что Вам Будет Дана Жизнь Вечная То есть Мы Обретаем Жизнь Вечную Зоя И Только Имея Жизнь Вечную Вы Можете Быть Внутри Отца И Сына Поэтому Необходимо Родиться Свыше Обязательно То есть Без исключения Всем людям Необходимо Родиться Свыше Поэтому Бог Он Поэтому Когда Иисус Посмотрел На Никодима Он Говорит Ему Тебе Необходимо Родиться Свыше То есть Никодима Начинает Что-то Говорит Иисус Не отвечает На это То есть Ничего Лишнего Говорит Сразу Говорит Надо Родиться Свыше Иисус И Хоть Никодим Говорил Есть Под Рожденное Духа Есть Дух То есть Необходимо Значит Сказано Духом И Водой Необходимо Родиться Свыше И Тогда Можно Войти В Царство Божие То есть Только Если Вы будете Верить В Иисуса Христа Вы сможете Родиться Свыше Духом Святым И иметь Жизнь Вечную И Тогда Что Такое Спасение Спасение Это И Есть Обретение Жизни Вечной И Вхождение В Царство Божие И Относительно Спасения Я скажу В следующий Раз И Сейчас Хочу Вам Дать Миссию Миссию Перед Тем Как Мы Закончим На Этой Неделе Я Хочу Чтобы Вы Подумали О том Кто Такой Человек Кто Такой Человек Ну Вот Вы Человек А Кто Такой Человек Ну Вот Вот Это Философия Да Философия И Главным Вопросом Является Познать Кто Такой Человек Человек Вот Я Тоже Я Когда Учился В Университете У нас Тоже Была Философия У нас Даже Был Предмет Антропологии То есть Наука О человеке И Я Специально Я Тогда Взял Этот Предмет Себе И Вот Там По Философии Вот Они И Следуют Кто Такой Человек Потом Заключение Профессора Было Он Говорит Я Тоже Изучал Много Много Кто Такой Человек Но Честно Так И Не Пришел К Ответу Ответа Нет То Есть Столько Много Лекций Дал По Антропологии А В итоге Сказал Нет Определения Кто Такой Человек Нет Правильного Ответа И Поскольку Нет Правильного Ответа То Необходимо Задуматься Над тем Кто Такой Человек Но В нашем Случае Все Просто Мы У нас Есть Слов Слов Сказан Человек Он Он Есть Творение Сознан По Образу Божьему То есть Вы Подумайте Об этом Кто Такой Человек То есть Не Животное Не Не Собака То есть До этого Что у нас Было Вот Мы Вот Собаки Держали На Как бы На веревке Да Забыл Слово Вот А сейчас Сейчас я смотрю Что уже Как бы Собака Стала Другом Человека То есть Мы Ну Вот Не мы А в это Время В современное Время Люди Они Они Воспринимают Животных Прям Слишком Близко Вот Они Прям Даже Заботятся О них Так Сильно И У Этих Животных Есть Там Свои Свои Больницы Кафе Есть То есть Неужели Человек Он Он Похож На Животное На Собаку Это Второе А что Такое Жизнь Что Такое Жизнь Ну Человек Рождается Потом Он Умирает Что Вот Между Этим Что Такое Жизнь То есть Вот Есть Люди Которые Живут Кушают Долго Живут А потом Говорят Все Суета Сует И Вот Даже Сейчас Вот Есть Люди Которые Они Умирают И При Лицом Смерти Они Говорят Все Говорят Все Четно То есть Они Так Уседно Жили Там Зарабатывали Проблемы Решали Но При Лицом Смерти Говорят Моя Жизнь Она Напрасно Прошла Значит Вот Что Говорит Моисей Говорят Говорят Говорит Что Говорит Моисей Говорит Бог Дай мне Мудрости Исчислять Дни То есть В этом Мире Оно Все Четно Поэтому Необходимо Заранее Нам Подумать Что Такое Жизнь И Третье Что Такое Смерть Ну Просто Умерли И все Что Такое Смерть Ну Вот Вы Ну Вот Вы же Видели Мертвых Людей Значит Мертвые Люди Они Не Разговаривают Не Могут Не Двигаться Не Могут То Есть Вот Так Жили Вместе Кушали Вместе А Однажды Раз И Умер Человек И Потом Ну Не Просто Там Он Мертвый Лежит И все Нет Он Разлагается Запах Появляется То Нельзя Даже Просто Так Тело Оставить Что Такое Смерть Значит В основном Конечно Люди Они Не Любят Смерть Они Пытаются Избегать Смерти Значит Божье Слово Оно Дает Совершенный Ответ На Все Вопросы Но Люди Они Не Не Слушают Божье Слово Они Двигаются По Своим Мыслям Библия Говорит Что Всем Людям Положено Однажды Умереть А потом Суд То есть То есть Есть Вот Смерть Но после Смерти Что есть После Смерти Есть Суд Четвертое После Смерти Да Конечно Вот Когда Душа Отделяется От Тела Вот Это Называется Смерть То есть Поскольку Вы Были Созданы Спраха Земного То Ваше Тело Должно Вернуться В землю Но Душа Она же Живая Куда Идет Душа Поэтому Библия Говорит Что Есть Загробный Мир Вот Вы Помните Да Лазарь И Богач Оба Умерли Богач Пошел В В Ад А Лазарь Пошел В Старство Божие Тогда Вот Багаж Спрашивал Как я Могу Перейти В Старство Божие То есть Вы Тоже Подумайте Где Вы Будете Жить После Смерти Вот Если У Вас Будет Ответ На Эти Вопросы Только Тогда У Вас Будет Правильный Взгляд На Жизнь Правильный Взгляд На Ценность Сказано Дух Оживотворит Плоть Пользы Не Приносят И Тогда У Вас Появится Взгляд Правильный На Жизнь И На Смерть Почему Вы Живете Поэтому В Течение Одной Недели Вот Поразмышляйте Об этом Есть Две Два Измерения Жизни Есть Люди Есть Только Два Вида Людей Люди Которые Верят Бога Люди Которые Не Верят Бога Вот Псалом 13 1 Сказано И Сказал Глупец В сердце Своем Нет Бога Даже Среди Верующих Много Таких Людей То есть Люди Не знают Евангелия Они Усерпно Живут Религиозным Ображем Жизни И В итоге Они Впадают Встребедствие И еще Больше Приходят Разрушения Поэтому Вот Люди Говорят Я верю Евангелия Но Вот Они Плотские Или же Они Духовные Вот это Важно Поэтому Желаю Чтобы На этой Неделе Вы Поразмышляли Над Словом Поэтому Что Говорит Библия Что Ты Сказано Да Преуспевает Душа Твоя И Ты Будешь Преуспевать Во всем То есть Где Приоритет Приоритет Не Преуспевать Во всем А чтобы Сначала Душа Моя Преуспела Жеми Самые Чтобы Духовное Было Преуспевание Жеми Самые Прежде Это Духовный Саммит Не Учеба Просто А Учиться Духовной Силой Будучи Духовным Саммитом То есть Если Уседно Что-то Делать Бездуховной Силой То Потом Приходят Ограничения И Разрушения Понимаете То есть Смотрите То есть Для того Чтобы Для того Чтобы Вот Жить У вас Должна Быть Сила Для того Чтобы Объять Других Людей Простить Других Людей У вас Должна Быть Сила Если У вас Духовная Сила Вы Можете И Принять Человека Вы Можете И Простить Человека Вы Можете И Молиться За Человека Поэтому Прежде Должно Быть Духовное Прежде Надо Стать Духовным Саммитом Потому Что Вот так Бог Сотверлил Человека Чтобы Его Жизни Было Прежде Духовное Вот Вы Тоже На Этой Деле Сосредоточьтесь На Слове Сосредоточьтесь На Том Чтобы К примеру С самого Утра Обретать Духовную Силу И Тогда Что Вы Не Делали Вы Работайте И Делайте С Духовной Силой Для Того Чтобы Обрести Духовную Силу Вам Необходимо Выделить На Это Время Попробуйте 40 дней Сосредоточенное Обучение Потому Что В Библии У нас Тоже Очень Много Это Именно Сорокодневного Обучения Почему Люди Говорят Именно 40 дней Потому Что Мы Живем И В Жизни У нас Не Получается Вот Это Поэтому Хотя Разочек Определить 40 дней И 40 дней Каждый День Без Основки Вот Сосредоточиться На слове К примеру Послушать Слово Либо же Либо же Зачитать Слово Либо же Вот Размышлять Над словом Глубоко Поразмышлять То есть Очень хорошо Иметь такое Время Когда вы Встаете И перед сном Поэтому Вот я Вот Вам Да Вот это Евангелие Иванская Диаграмма Чтобы Евангелем 1 3 8 Вы могли Сосредоточиться На Евангелии А также Молитва 3 9 3 Чтобы Вы могли Насаживаться Молитвой Евангелем Через Молитву Поэтому Вот Мы Сейчас Я уверен Что Если Вы будете Делать 40 дней Сосредоточного Учения Вы Поменяетесь Почему Потому Что Ответ Заключается В том Что Такой Человек Помолимся Бог Благодарим Это Это Слово И Могли Иметь Жизнь С Богом И Спасибо За то Что Ты Позволил Нам Понят Только Человек Молю 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 Молю